Добрый день! Я думаю, что мы реализуем такое нечто подобное в ближайшее время. Но все-таки, Алексей, расскажите о себе для начала. Вы приехали к нам из Красноярска и уже не первый раз работаете здесь. Я наработаю, да, я приехал из Красноярска. Если быть точнее, то вот город Железногорск есть такой под Красноярском. Он находится в 47 километрах от Красноярска. Закрытый город. Он больше известен, наверное, как Красноярск-26 или 9. Пятка. Прекрасный, чудесный город с озером посреди города. До 10 класса учился там и потом начал путешествовать по стране. И в Кирове... Работать? Или свободное путешествие? Не-не-не-не, путешествовать именно путешествия были связаны именно с работой у меня. С работой сначала артистом в театрах, а потом впоследствии, после того, как поступил на режиссуру, в Москву уже и в качестве режиссера. Вы дипломированный. Да, я дипломированный режиссер. И, кстати, почему Киров для меня еще дорог в этом смысле, как для режиссера? Потому что моя первая профессиональная постановка на профессиональной театральной сцене состоялась как раз в Кирове. Давайте напомним, как называется. Парящая лампочка по Вуди Алену. Вот, меня пригласили. И это вот был такой для меня очень нелегкий, но очень важный опыт. А ваша дипломная работа? Не, моя дипломная работа, это была «Иммигранты». Это я делал по Мрожеку. Такая пьеса у него есть. Это я ставил в Москве. Вот эту дипломную работу. И защищался я ей. Два с половиной часа, два человека существовали в коробке. На кого в театральном мире равняетесь? Берете пример или самостоятельную линию гнете? Да, ну, равняюсь, беру пример. Вот если... Своими учителями, не знаю. Ну, Леонид Ефимович Хейфитц. Гого-то можно назвать. Мой, да, мой учитель, мой мастер. Это вот как раз того времени режиссер. То есть начинал... Эфрос, да? Или там Эфрос, говорят. То есть Фоменко. Начинали они приблизительно в одно время. Они были... Леонид Ефимович был учеником Кнебель. Да? То есть вот буквально на вытянутой руке от Станиславского, что называется. Мне очень близко по способу общения с артистом и по работе с артистом. Мне, наверное, очень близок театр Фоменко. Да? К сожалению, вот не так давно умер. Я присутствовал на его репетициях и... А что именно вас цепляет? Вот вы знаете... Ну, во-первых, меня цепляет... Это, конечно, удивительный вообще организм театр Фоменко. Потому как он, во-первых, создал этот организм сам, вырастил, грубо говоря, вот это вот прекрасное растение под названием «Мастерская Фоменко». Всех этих прекрасных, удивительных, замечательных, непосредственных, непохожих артистов он вырастил сам. И студийностью своей он прекрасен. Именно студийность, она же подразумевает вот какой-то общий флаг, общие корни, общих родителей, грубо говоря. Общее... Вот все общее. Да вы же понимаете, что за этим стоит колоссальный труд. Безусловно. Огромнейший. Ну, конечно. Ну, естественно, что это вот не просто так возникло. Конечно, он шел к этому через тернии, да. То есть это все понятно. Но не знаю, насколько это осуществимо сейчас вообще. Ну, то есть любым другим человеком. Ну, хотя вот Джина Вач сейчас, в общем-то, делает приблизительно то же самое. На основе курса, образовав свой театр. Вот мне кажется, вообще вся прелесть театров студийности, когда существует... Ой, слово сейчас такое скажу, может быть, ну прям секта какая-то, что ли. Ну, вот честно, вот честно, когда люди немножечко так фанатично... И причем очень трудно было попасть туда, к Фоменко. Я имею в виду попасть не в качестве зрителя, а в качестве, да, соучастника этого всего. То есть действующего персонажа. Действующего, да. То есть человека, который бы участвовал в этом процессе. Потому как органически даже ты туда не попадал. Там какая-то совсем своя органика и понятная, и возможная только вот... Только если он тебя вырастил, что ли, так, не знаю. Ну, вот, наверное, да, наверное, Фоменко. Хотя, ну, очень многие спектакли сейчас, которые выходят... Мне очень некоторые спектакли Бутусова нравятся. В общем, ну... То есть нет чего-то одного, к чему вы так вот очень прикипели. Вы стараетесь следить за максимальным количеством. Да, стараюсь, стараюсь, стараюсь. А кем вы выйдете, интересно, поинтересоваться себя лет через 10? Ой. Вот так же путешествующим, работающим в разных городах, либо где-то все-таки хотели бы уже осесть, нормально общаться с семьей? Не дергаться, не рваться куда-то все время? Не знаю. Я как-то особо никогда не загадываю. У меня нету какого-то такого планирования, что называется. У меня как-то все происходит органично и происходит как-то... Не то чтобы внезапно, а как-то вот правильно в этом смысле. Ну, через каких-то знакомых, через какое-то общение я вдруг раз и оказываюсь в том или ином городе. А что вам это дает? Что вам это дает вот эти поездки, работа в других городах, не на родине? Вы получаете удовлетворение моральное, материальное от этого? Вы чувствуете, что вы растете творчески, как-то духовно? Присутствует это? Да, ну, конечно, если бы этого не присутствовало, я бы навряд ли этим занимался. Как это может быть не пафосно прозвучит, но вот здесь деньги как-то вот не на первом месте. Ну, я помимо этого, ну, есть у меня откуда, скажем, эти деньги брать, поэтому здесь я не руководствуюсь. Вы сейчас заинтриговались. Вы живете на дивиденды, живете от полученного наследства и положенного в банк? Нет, у меня просто есть какое-то дело, которое приносит определенные, в общем, деньги там на хлеб и масло. Это предпринимательская эстезия, или что ли? Ну, да, 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 можно сказать так. То есть там в городе существуют, там у меня центрники детские, которые существуют и без меня, то есть вот какое-то время. Вот, поэтому, на самом деле, вот что касается театра на Спасской, то я очень давно вокруг да около ходил, если честно. Так не смело ходил вокруг да около. Как вы узнали, как эти первые мысли пришли о театре на Спасской, о Кировском тюзе? Да, первые мысли, они пришли, когда я работал здесь, и в первую постановку свою в областной драме, и вторая постановка, когда у меня была в областной драме. Первая была парящая лампочка, вторая — клятвенные... Нет, нет, клинический случай. Клинический случай, я перепутал. Да, 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 клинический случай. Я все время слышал, все время этот театр вызывал какой-то интерес, как мне казалось, такой прям вот неподдельный вообще у города. И вот Юля, кстати, Янушай-то, она работала раньше там, в драме. В драматическом драме. Да, да. Вот. И потом, волей судеб, она перешла в театр на Спасской работать, и, в общем-то, благодаря этому, наверное, я туда и попал. В театр. То есть вот это так... Юля приложила непосредственное усилие для того, чтобы вы там оказались. Ну, да, она предложила мою кандидатуру, и, в общем, как-то согласились. Я говорю, все очень органично в этом смысле, то есть если бы я не поработал в драме, я бы не попал в театр на Спасской, вот и так далее, это все очень связано. А что касается, что я получаю от этого, да, вообще это колоссальный опыт. Опыт ведь он не всегда бывает какой-то положительный, да. Это я сейчас не про Киров, а вообще про там поездки, встречи. Это все время такое состояние некого на начальном этапе шока. Ну, потому что ты не знаешь ни людей, люди тебя не знают. Этот момент, ну, когда ты первый раз приезжаешь в театр. И вот этот момент некой шоковой терапии как-то мобилизует в тебе какие-то силы. И в итоге это вы, у меня не было еще ни разу такого случая, чтобы у меня не было контакта с артистами. Вот не нашелся он. Где-то сложнее, где-то чуть попроще, но всегда этот контакт в итоге, он, ну, получался. А может быть это лишнее? Зачем тратить на это время знакомство с актерами, на знакомство с актерами, на наведение мостов, контактов? Это не отвлекает от главного, от работы непосредственно уже в театре? Ну нет, это, конечно, занимает определенное количество времени. Такое вступление. Да, 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 да. Безусловно, безусловно. Но, возможно, произойдет такое рано или поздно, когда, то есть, вот случится вот эта волшебная история, когда и театр будет нуждаться во мне, и я буду нуждаться в этом театре. И когда это совпадет, то я с удовольствием и останусь, и не буду тратить время вот на это. Хорошо, поподробнее о вашей нынешней работе в театре «Наспаска» мы поговорим после небольшой паузы. Алексей Зимин, режиссер, именно с ним мы беседуем здесь, очень скоро продолжим. Итак, Алексей Зимин, режиссер его премьеров, его работы, вернее, в театре «Наспаска» и «Розовые соловеи». Премьера спектакля состоится 24 ноября. Коллеги, ваши сотрудники театра уже восторженно высказываются о подготовке, о ходе подготовки. Так, заходишь в зал, та же говорила Юлия, и унушает, и понимаешь, что здесь происходит что-то невообразимое. Прямо там такой подъем, я чувствую, царит. Расскажите, что за работа? Ну, это «Роза и соловей», пьеса, написанная драматургом Владимиром Гонзенко по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсона. В частности, по двум сказкам «Свинопас» и «Принцесса на горошине». Но вот я уже об этом говорил, что взял он какие-то детально, так скажем, от Андерсона какие-то вещи. Ну, вещи, скажем так, классические. Там «Принц-принцесса», то есть «Принц-свинопас», «Горошина», да, и какие-то там волшебные флейты. И, в общем-то, на этом все. Дальше всю эту историю, как мне показалось, она написана о неком выборе. И в итоге мы к этому тоже пришли и разделили прям о выборе между настоящим и ненастоящим, живым и неживым. Вот это вот, которое неживое, но очень привлекательное, блестящее, кричащее, да, вот это вот мишура. И, с другой стороны, живое, может быть, не настолько красивое, но при этом очень живое, необычное, меняющееся. И вот выбор всегда у нас есть, то есть выбираем либо это, либо это. И сейчас, мне кажется, это прям вот происходит, подмены. Ну, ранее в программе «Культпоход» мы вместе с Юлией Нушайта и Юлией Беляк определились, что это спектакль для семейного просмотра. Мы правильно определили? Абсолютно правильно, абсолютно верно. У автора-то не спросили? Так сразу нарекли. Да, вообще все спектакли, что называется, детские, они, мне кажется, просто обязаны быть просмотрены семьей. Ну, потому что вот этот маленький человек, неважно принц или принцесса, который придет на этот спектакль, у него же возникнут вопросы какие-то. А кому он будет задавать эти вопросы? То есть он же захочет получить на них ответы, и кому, как не маме или папе или бабушке или дедушке их задать? Вот, и потом спектакль для детей, и вот это вот ограничение 6+, это же не значит, что мы как-то там будем сейчас вот немножечко прикартавливать или там что-то такое делать. Это вполне себе история для всех. И для взрослого, и для ребенка. И для взрослого, и для ребенка, да. И вообще история для диалога. Вот основные моменты, посмотрев, вынести, которые, посмотрев этот спектакль, вот так можно сейчас определить, ну, чтобы слушатели понимали, о чем это. О чем спектакль? Да. Что он оставляет после просмотра? О чем заставляет задуматься? Взять за правила на будущее, возможно. Ну, вы знаете, вопросы, это вот, мне кажется, как у любого спектакля, вопросы поставленные какие-то, но нету никакого назидания. Здесь в этом смысле. Потому что тема, мне кажется, очевидна, и вопросы эти очевидны. А вот эти самые ответы, ну, это каждый должен ответить сам для себя. Опять же, там, в кругу семьи своей. То есть, что выберет он в итоге? Не знаю. Очень бы хотелось. И мы-то, и в частности я, настаиваем, что живое, оно лучше, несмотря ни на что. Несмотря на то, что оно, может быть, не такое красивое, на первый взгляд, не такое блестящее, может быть, да, не такое модное, но оно живое. Там еще большая, серьезная работа художника, да? Да. Ну, да. То, как это будет выглядеть, это тоже заслуживает особого разговора. Когда у нас рождался спектакль, а вот рождался он, то есть, появлялись какие-то, скажем так, элементы и действующие лица этого спектакля. И за этим наблюдал весь театр. За рождением слона. Появились персонажи, которых нет в, собственно, в изначальном-то материале, да? Ну да, их нет, но они у нас появились. У нас, в общем-то, и, ну сейчас вот скажу, и соловей-то так появлялся. Для многих он появился неожиданно очень. Вот такой вот соловей, который присутствует у нас. Это тоже показал. В общем, его надо видеть. Его надо видеть, да. И не только его, его, и свинопоезд. Свинопоезд? Да. И сейчас я вот раскрываю некоторые секреты. Само по себе слово. Да. У нас такие есть наши коды, там, свинопоезд-24. Ну, то есть, да, какие-то соловей, слон. Я думаю, что в этом смысле... Ещё очень важно, чтобы был какой-то момент волшебства. Ну как же? Это же детство. Да, именно вот этот момент волшебства какой-то немножко другой реальности. И это у нас тоже присутствует в спектакле. Мы создаём вот это волшебство совершенно без каких-то спецэффектов. Ну, я имею в виду вот таких вот спецэффектов, к которым мы сейчас привыкли все. Это, с одной стороны, очень просто. И очень, как мне кажется, волшебно. Вообще волшебство в простоте. Ну, как-то так. В самых простых вещах. Да, в самых простых вещах. В самых незатейливых. Совершенно. А музыкальная составляющая, кстати. Музыкальная составляющая... Постановки «Розы и соловей». Она использована композицией, которые достаточно известны, я так надеюсь, многим. Вот. Что это за произведение? Ну, прям вот сейчас все секреты. Ну, например, знаменитая народная немецкая «Ах, мой милый Августин». Вот, например, да, вот эта история, прям классический вариант этой истории. Ну, а потом некоторые персонажи у нас в этом смысле эстеты, что ли, можно так сказать. Поэтому у нас есть даже арии из некоторых мюзиклов известных. Кто подборку делал? Да, я... Конечно, вы лично, собственно. Да. Ну, да. Думали над тем, какие, собственно, музыкальные композиции туда включить. Да, и причем это в основном рождается, эта история от самого персонажа, каким он получается, когда персонаж начинает взаимодействие с артистом. И когда происходит это слияние, и понимаешь, какой он вот в итоге рождается, и какая музыка... Музыкой надо это подчеркнуть. Ну, это да, это выразительное средство, но музыка рождается персонажем. Однозначно. Поэтому, конечно, можно сначала там понабрать кучу каких-то композиций, и в итоге они вот не лягут органично на этого персонажа. И поэтому вот у нас, мне кажется, все родилось органично. Как много свободы вы даете актерам? Либо вы такой диктатор и прям... Нет, я никогда... Не приемлете, когда артист высказывает свою позицию? Они свободны? Вообще, да, материал режиссера — это творчество актера. То есть я не тот режиссер, я не Карабас-Барабас в этом смысле. То есть марионеточный театр меня не очень устраивает. И иногда такая вещь... Ну, это опять же сказали мудрые мои педагоги. И я тут полностью согласен. Очень важно иногда не мешать артисту. Не мешать, когда вот у него что-то рождается, и видишь, что он рождается в том направлении. Чуть-чуть, может быть, поправлять слегка. А вообще... А это рождается? Да. Вот сейчас, в процессе подготовки спектакля? Да, мы совместно его сочиняем, совместно спектакль сочиняем, вместе с артистами. Очень много вещей, которые присутствуют в этом спектакле, рожденные артистами. И вообще, опять же... Это что? Это в словах выражается, в поведении, в ракурсе, в чем? Да, это рождается... В положении на сцене вообще. Это мизансценами рождается, словами, это рождается взаимоотношениями в той или иной сцене. Допустим, раз, и вдруг у них сегодня, на сегодняшней репетиции, эта сцена пошла совершенно по-другому. Ну, вот, грубо говоря, она была такая мелодраматичная, а вдруг она пошла на каком-то смехе. И это удивительно хорошо, потому что это по-живому и органично родилось. И я тогда просто замолкаю, ну, по возможности, конечно, замолкаю. И говорю, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот так, вот давайте оставим вот именно так. Потому что это у них родилось. Родилось в живом общении их. И это очень важно. И вообще, я говорю, самый идеальный вариант, чтобы артист думал, что все придумал он сам. Вот режиссеру надо сделать так, чтобы артист вот прям вот думал, что это я все сочинил. И слава богу, вот хорошо. Главное же результат. А спектакль вообще пластичен? Его можно один раз так сыграть, другой раз иначе. Или все-таки задается некая планка, вот давайте все-таки так. Вообще это вот, знаете, если между двумя точками кратчайшее расстояние это прямая, то в театре это бывает совершенно не так. Определены какие-то важные точки, важные моменты в спектакле. А вот тропинки к этим точкам, они могут быть разнообразными, учитывая, конечно, тему спектакля, учитывая какие-то задачи, поставленные режиссером. Но вот эти вот тропинки, опять же, когда взаимоотношения происходят между персонажами, они могут рождаться, они могут быть разными. Это тоже очень важно. Театр это как организм, спектакль это как организм, он развивается постоянно. То есть вот он на премьере, конечно же, он не заканчивается. Премьера это вот... Сейчас, может быть, опять какую-то крамольную вещь скажу. По отношению к кому? По отношению, ну, вообще к устройству нашего театра. Да, премьера, она иногда очень сильно висит над всеми, как вот этот Дамоклов меч. Да, то есть вот он настанет час икс. Ну, что поделаешь. Да-да-да. Это общие законы какого-то, общего устройства, что надо. Да-да-да. Это все правильно, да, это все верно. Но спектакль, премьера проходит, и спектакль дальше развивается, и он может развиться в нечто другое, более прекрасное и совершенное. Это очень живой процесс. То есть он взрослеет, он набирается опыта, он чувствует взаимоотношения со зрительным залом. Это тоже очень важно. Чуткость вот этого. Да, какие-то появляются моменты, где необходимы паузы там или иначе, потому что зрители реагируют так. И это очень живой процесс взаимоотношения артистов и зрительного зала. И это всегда может быть по-разному. А, кстати, простите, на примере вам за кем будет интереснее следить? За тем, что происходит на сцене, или как все-таки реагирует зал? Я всегда, всегда выхожу в фойе перед, допустим, началом. Всегда. Я смотрю на этого зрителя. Мне вот очень интересно рассматривать всех. И, конечно, мне очень важно, я захожу, подглядываю в зрительный зал. Мне очень важна эта реакция. Мне очень важен этот отклик. И в антракте я выхожу. Вообще, на самом деле, процесс очень мучительный лично для меня. По вашей задумке, улыбок, смеха в зале на этой постановке должно быть много? Да. Много? Очень. Много очень. Особенно, что касается первого нашего действия. Да и во втором тоже. Причем специально никто ничего не делал в этом смысле. То есть мы специально не комикуем и не специально какие-то штуки не придумываем. Все родилось органично. Да и просто появление некоторых действующих лиц, мне кажется, должны вызвать восторг и овацию. Я прям даже предупреждаю. Вот здесь вот надо будет сделать паузу, потому как здесь будет виск. А затем обратную связь со зрителем. Некое общение. Планируете все-таки устроить обсуждение того, что получилось? Ну, вообще очень бы хотелось. Очень бы хотелось. Вообще обратная связь, она всегда очень важна и нужна. Очень важна. И сейчас очень часто это делают, да. Я не знаю. Можно же использовать там современные технологии для того, чтобы... Нет, да. Не обязательно собираться в одном месте. Нет, да. Разумеется, какие-то отклики, кто состоит, например, в группе театра на Спаске, там постоянно выкладывают отклики зрителя на спектакль. И это очень важно. Это очень важно, потому что это все равно для людей, для зрителя. Ну, а для кого? И важно понимать, по их оценке, ты только можешь понять, состоялось оно, получилось, то, что ты хотел именно донести, какую-то свою мысль, какое-то свое вот это слово. И это очень важно. В этой постановке, уточните, задействованы только актеры театра на Спаске. Да. Только актеры театра на Спаске, приглашенных нет. Появились уже любимчики. Ай, ну это... Ну что вы такие вопросы знаете? Или не любимчики. Ну прям вот красавец. Совершенно точно нелюбимчиков нет. И вообще у меня такого не бывает. Вообще, я, если честно, я люблю своих артистов. Вот как это, может быть, даже не громко звучит, это на самом деле так. Потому что вот это тоже очень важно, как мне кажется. Важно вот эти вот чувства к этим людям, с которым ты работаешь. На этом этапе. На этом этапе. Чтобы они возникали. Чтобы... Я могу сказать вот только... Единственное, что, да. У меня была такая легкая боязнь, что ли. Когда я узнал, что у меня два заслуженных артиста. Потому как был неприятный опыт. Не буду говорить, где и как. Но когда начались репетиции, это же вот просто что-то невероятное. Вы не ожидали от заслуженных такой легкости. Я не ожидал такой легкости, такого задора, такого желания сочинять что-то. Ну то есть это вот удивительно. И это, конечно, огромная такая помощь лично для меня. Когда не происходит это вот через какие-то прям вот муки. Такие муки рождения. Вот когда ты вот тужишься, тужишься, тужишь. Заставляешь тужиться. Не знаешь, получится, не получится. Да, артиста тужится, и вы вдвоем тужитесь. А когда оп, и вдруг такое количество предложений, такая отдача и такое желание что-то творить именно, сочинять. Что это? Вот я просто преклоняюсь перед этими людьми, которые отработают. Это ваша уже, получается, третья работа, да, в Кирове? Да, в Кирове, да. Вот у кировских артистов, у артистов театра Наспаска, вот есть какая-то своя фишка или свои фишки, что их отличает от их коллег из других городов? Вот можно говорить об этом? Ну вот в каждом городе есть какая-то своя специфика, неповторимая, в хорошем смысле. Я бы даже сказал, в каждом театре есть своя специфика. Да, скорее так. А нет, а если вот территориально как раз-таки? Территориально. Я даже не знаю, зависит ли это от географии. Вообще очень зависит. Просто считается, что на ветке особый менталитет, может быть, еще корни где-то еще в этом есть. Особый менталитет. Да везде особый менталитет. Вот я так поездил по стране, и у всех есть какая-то специфика. Здесь же очень важно отношение к профессии, то есть, а не где ты ей занимаешься. Ну и слава богу, что в Кирове с этим вот все в совершенничном порядке. Ну, по крайней мере, в театре на Спаске так уж точно абсолютно. И это вот еще такой огромная радость, когда всегда возникают какие-то сложности и трудности, всегда бывают моменты какого-то недопонимания, бывают какие-то конфликтные ситуации. Ну, это не избежать, это взаимоотношение как в семье, да. Но когда все вместе, абсолютно весь коллектив театра, весь, я сейчас не говорю только те люди, которые занимаются непосредственно творчеством, да, а все люди, когда они трудятся искренне, абсолютно, вот как-то бескорыстно, учитывая, да, какие-то материальные вещи, на благо вот театра и того, что называется спектакль, это, конечно, удивительно. И это, к сожалению, происходит не всегда. Но в театре на Спаске это чувствуется. Вот просто в атмосфере в некой волшебной, которая там складывалась когда-то там, да. Долгие годы. Долгие годы, да. В 82-й театральный сезон. Ну да, да, да. И очень чувствуется след тех людей, которые были до этого неравнодушны к театру. Они тоже очень много вложили, и это осталось, и это живет. Вот некое такое тепло, которое там вот царит внутри. Да. Ими все пропитано. Это благодаря вот тем людям, которые работали долгие годы, да. Я сейчас и о режиссерах говорю, которые работали в этом театре. И это очень чувствуется. И эти режиссеры тоже закладывали это в этом театре. И отношение к профессии. И очень важно, чтобы сейчас новые ребята, которые пришли в этот театр, помимо того, что, конечно, они это чувствовали, но чтобы это передавалось. Это очень ценно. Преемственность. Да, преемственность. Это очень ценно. Возможно, это самое ценное. Отношение к профессии. Алексей Зимин, режиссер спектакля «Роза и Соловей», премьера которого состоится в театре на Спасской 24 ноября. У нас сейчас небольшой рекламный перерыв, после которого мы вернемся. У нас еще будет 10 минут на разговор. Алексей Зимин, режиссер, который работает в театре на Спасской над постановкой «Роза и Соловей». Еще раз повторюсь, премьера назначена на 24 ноября. После премьера, кстати, вы еще останетесь здесь. Есть планы дальнейшие? Продолжить работу? Сразу же, не знаю, к другому спектаклю приступить? Пока не знаю. Пока не задумывались об этом? Пока, честно, планы не всегда есть. То есть поживем, посмотрим. Кстати, вообще как складывается? Вы ищете предложение или все-таки вам конкретно предлагают? Поработать, приехать в определенный город? На начальном этапе, конечно, искал. Это рассылка, резюме по театрам. Это опять выход на директоров, на главных режиссеров со своими предложениями, с какими-то своими. А в последнее время как-то вот так получается, что как-то желание внутреннее, оно вот материализуется в какое-то предложение удивительным образом. Кстати, да, нужно было раньше уточнить. Роза и Соловей. А другие варианты еще были, что ставить? Ну да. На сцене Тюза. Ну, вы знаете, так-то по секрету скажу, это моя первая сказка за мою... За всю карьеру. Да, за всю карьеру. Поэтому, когда поступило такое предложение, я, конечно, призадумался, вот честно скажу. Потому что мне кажется, что степень ответственности немножко другая, нежели ты берешь какой-то взрослый материал, рассчитанный на взрослые... Ну, так чисто по-мужски, по-моему. Вы же папа. Да, я же папа. Я изучал ваши танец в социальных сетях, у вас там дочь. Да, у меня там дочь. Вам это должно все-таки быть легче. Сказку-то уже. Сказки приступить. Вот нет. Все-таки это немножко другое. Нет, безусловно, я люблю детей, я умею с ними общаться. Ну вот лично я умею с ними общаться. А ведь общение посредством спектакля, это немножечко другое все-таки. Да, варианты мы искали, конечно. То есть я бы предлагал там какой-то вариант, что-то дядя Пушкин, что-то типа. В честь столетия революции можно было что-нибудь там, флаг красный развивающийся. Безусловно, конечно. Можно было бы застрить внимание. Вот это, кстати, был бы номер. Почему-то такая мысль не пришла. А, кстати, на будущее можете вкрапления какие-то революционные сделать. Однозначно. В розовые соловья. Где-нибудь, да, бороду-то показать. Вот, поэтому было... И мне как раз Юля прислала... Она вместе училась, к сожалению, вот он умер. Владимир, да. Да, Владимир Гонзенко. Вот, она вместе с ним училась. И она прислала мне эту пьесу. И как-то вот, знаете, у меня такая история. Вот я ее прочел, и раз взял, все вдруг сыграл сам. Ну то есть это вот так бы... В натуре или в голове проиграли? Я не буду раскрывать, ну, какие-то вещи такие. Это интимные вещи. Ходил весь вечер перед зеркалом, играл. Бывало и такое, да. Ну, в основном в голове, конечно, да. Вот. И когда я это все сыграл, и сыграл так, ну, безусловно, гениально и ярко. И это очень важно для меня, когда мне хочется вот это играть, и хочется вот в это играть. И поэтому вот я принял. И потом достаточно простой язык. Простой в хорошем смысле. Простой. Вот. Поэтому как-то выбралось. Я почему еще про плану-то спросил? Вы в курсе, что место художественного руководителя драмтеатра освободилось? Вот как вот с прицелом? Ну, да. Я напрямую спрашиваю. Вот вы не желаете стать следующим художественным руководителем? Нет. Почему? Вы знаете, есть причины. Такой вопрос провокационный, безусловно. Есть какие-то вещи, с которыми я сейчас не готов, например, бороться. Наверное. То есть у вас есть... Тратя на это какие-то силы, которые хочется посвятить творчеству. Бороться с самим собой или бороться... И с самим собой. С внешними какими-то барьерами, переградами, сложностями. И с внешними, и в связи с этим, и с самим собой потом. То есть вот мне вообще... Мне очень нравится, когда я занимаюсь своей профессией непосредственно. То есть непосредственная работа над спектаклем, работа с актерами. Когда я работаю с артистами, когда я работаю над спектаклем, когда я веду какие-то работы, связанные с репертуаром, с какой-то репертуарной политикой театра и так далее. Вот в этом направлении это все замечательно и прекрасно. Когда вдруг начинаются какие-то истории, связанные с какими-то... Я уж не знаю. Ну, хозяйственная деятельность там не знаю. Ну, это можно назвать и хозяйственная деятельность. Материально-техническая база думы о ней. Внутри усобица какая-то и так далее. И тому подобное. Вот я здесь... Вот я не хочу в этом участвовать. Вы полностью хотите сосредоточиться на творчестве. Именно так, да. Желательно. Не всегда это получается, но хотелось бы, по крайней мере, большую часть своего времени и сил тратить именно на это. Ну, может быть, однажды когда-то? Возможно. Да все может быть. Придет мысль такая. Конечно. Окопаться так серьезно в каком-то театре? Да, если придет такая мысль. Я еще раз говорю, если все совпадет. Это же не только мое желание. Должна возникнуть... Взаимность должна возникнуть. Вот будет взаимность и сыграем свадьбу. Но я надеюсь, что это ваша не последняя все-таки работа в нашем городе. Я тоже на это очень надеюсь. Алексей Зимин. На этом завершаем мы беседу. Алексей Зимин, режиссер. Сейчас работает над постановкой «Роза и Соловей» в Театре на Спасской. Премьера 24 ноября. Удачной, громкой, красочно яркой премьеры. Спасибо. Желаю. Надеюсь, что это тоже не последняя наша встреча. Здесь у нас в студии. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин